В студии Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Прокатился на танке. Владимир Путин исполнил желание семилетнего Егора Фоменко из Воронежской области. Мальчик мечтал посидеть внутри настоящей боевой техники. Об этом он написал в письме в рамках акции «Елка желаний». Ответ не заставил себя ждать. Егора пригласили на танковый полигон в Подмосковье. Игорь Наймушин увидел, как исполняются новогодние желания. Москва, Кремль президенту России Владимиру Путину запечатали письмо и отправили обычной почтой. В семье Фоменко из воронежского городка Россош и подумать не могли, что все сбудется. Как-то просто он подошел ко мне и сказал, можно написать письмо президенту. Мы подумали, ну напиши, если тебе хочется. Сели вместе. Он писал, ну как бы под мою диктовку, чтобы без ошибок. Военные пришли не с пустыми руками. Новогодние подарки и особый сюрприз от командования войсками Западного военного округа. Специально для семилетнего Егора сшили настоящую экипировку танкиста. Шлемофоны-ботинки один в один, как в российской армии. Будешь командовать механиком-водителем. Запомни, ему надо будет сказать вперед, вперед. И вот, пожалуй, главный день года в жизни Егора, который он запомнит на всю жизнь. Мальчик приехал на танковый полигон в Подмосковье. Здесь его прокатит на тяжелом Т-90 не простой механик-водитель, а сам командующий 1-й гвардейской танковой армией. Гвардии генерал-лейтенант Сергей Кисель. Несколько кругов по полигону в Алабине, где проходят ежегодные соревнования по танковому биатлону, и Егор уже делится впечатлениями. Он очень сильный, мощный. Мотор очень сильно работает. Меня аж оглушило, когда мотор так сильно работал. Очень рада за своего сына и очень счастлива, что его мечта осуществилась. Если счастливы наши дети, то счастливы и мы. А еще была настоящая армейская палатка и гречневая каша с тушенкой. Военные подарили на память мальчишке точную копию Т-90 и картину с символом Великой Победы – легендарным танком Т-34. Егор уже везет подарки домой и до сих пор не может поверить. Мечта, которую помог воплотить президент России, так быстро сбылась. Игорь Наймушин, Евгений Сембиряков, Татьяна Новикова, МИР-24. Военнослужащие Балтийского флота исполнили желание 8-летнего Миши из Калининграда. Его вместе с братьями пригласили в воинскую часть. Круто? Да, прикольно. Ну за штурвал, подержись, за штурвал. Ребята побывали на аэродроме Чкаловск, пообщались с военными летчиками. А перед этим мы им устроили экскурсию по музее боевой славы и военной части мотострелкового полка. Там Миша и его братья покатались на военной технике, подержали в руках оружие и поели в солдатской столовой. После всех мероприятий им вручили подарки.